Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю допроходить Дарквуд. В прошлый раз вроде пытались допроходить, но, увы, оно оказалось длиннее, чем я думал. Может быть, сегодня оно окажется не длиннее, чем я думал. Посмотрим. Ну, в общем, да. В теории, оно сегодня должно закончиться, потому что у меня осталось сколько? Три локации, в которые мне нужно сходить здесь, и потом эпилог. Так что, наверное, это быстро. Ну, или средне-быстро. Если оно совсем быстро закончится, то поедем в Пое, там лабиринт сегодня шикарный. Так что, надо бы его пофармить еще. Но посмотрим. Драгунаит, спасибо за подписку 7 месяцев подряд. Вроде же, недавно было 6. По-моему, месяц не прошел с прошлого раза, но не знаю. Может, я ошибаюсь. Ну, ладно. В общем, да. В прошлый раз, последнее, что я сделал, отношу к сапоги. И про сапоги я почитал немножко. На Вики. Они позволяют ходить по грибам, ядовитым, вообще без проблем. И по вот этим вот, по заражению, которое жуки создают. Но от заражения, от этого они ломаются. Так что, надо с этим аккуратнее. Если сломаются, то ничего не сделать. Но, можно хотя бы по грибам ходить. Ну, ладно. Так, что дальше? У меня нет нифига шотгана. Вообще, по-моему, ни одного патрона. Так что, надо от них избавиться. Ну, не от них избавиться, а от самого шотгана избавиться скорее. Потому что, вряд ли у меня еще будет. Потому что, торговцы не существует. У меня есть другой шотган, в котором один патрон. Но это как-то слишком одноразово. У меня есть чуть больше магазина к автомату. Тут еще на одну очередь осталось. Еще один полный магазин. У меня есть полтора магазина. Не, не полтора. Три с половиной магазина к пистолету. Нормально. У меня нет лампы, но я могу выпить немножко и сделать. Это надо. А, нет, тряпки еще нужны. А вот тряпок вообще нет. Печально. Надо починить. Я думаю, я починю лопату и буду ее использовать в качестве оружия. Она мне намного больше нравится, чем топор. Топор какой-то... Он больше стамины тратит. Он, по-моему, медленнее и не так далеко достает. Но при этом дамаг практически такой же. Так что, видимо, так. Лампу можно только на верстаке крафтить. Так что мне нужно посмотреть. Может быть, у меня где-то там в других местах были тряпки. Зашел в поэ. Оказывается, там завезли сохранение и выключение аур после логаута. Да, это офигенно. Ауры спектров. А, это бутылка? Это нужно. Это нифига не тряпка. Да, вот в такой вот фигне я теперь могу ходить, но это ломает мне ботинки. Так что лучше не надо. Ну, не знаю тогда. Без лампы ходить как-то тоже не хочется, но, увы, сделать ее я не могу. Так что придется без нее. И вообще никакого особого освещения у меня нет. А, нет, у меня есть полная лампа одна. Окей, тогда я могу ее просто взять. Фонарик нечем заряжать. Таблетки не нужны вообще. Хотя, кстати, можно их юзать, чтобы бегать дальше. Этот магазин сейчас потратится. Баллон. Может где-то пригодиться. Оставлю. Отмычку еще одну я могу сделать. Блестящий камень вообще не нужен. Нож вообще не нужен. Бензин с собой, наверное, не очень нужен. Мясо. Затем же зачем таблетки. Топор я все-таки починю. Но для начала буду пользоваться лопатой. И еще одну лопату починю. Стоп, какая из них с апгрейдами? Ноль из четырех, что? Я не обе без апгрейдов. Как так? Куда делать моя лопата с апгрейдами? Или она осталась в первом хайдауте? Ну, в третьем хайдауте. Тогда мне нужны камни, чтобы заточить ее. Потому что прочная штыка, заточка это нужно для лопаты. Но камни это не проблема. У меня один здесь есть, и я знаю где еще взять. В общем, какой план на сегодня? Для начала сходить туда за камнями, или туда за камнями. Там везде есть камни. Заточить лопату. Потом мне нужно еще раз проверить дом в лизе свалки. На самой свалке можно достать тряпки. Это хорошо. А дом проверить. Ямы. Я там вообще не был. И вот этот кусочек карты, в принципе. И после этого вроде как можно уже идти к радиовышке и заканчивать то, что там. Вроде так. Так что поехали. Я думаю, я эквипнул, во-первых, лампу сюда. Во-вторых, мясо сюда, в отдельный слот. Потому что мясо в бою намного полезнее, чем просто таблетки. Но посмотрим. С улиткой что делать? Там, по идее, должен все-таки быть ключ. Так что посмотрим. Ура! Можно бегать по грибам. Как я об этом мечтал. Вот камень. Еще один нужен, по-моему, правильно? Вроде должно хватить. Почему тот дом за картой? Ну, просто он на краю карты как бы расположен. И отметка за картой. Наверное, так. Улучшить лопату на заточку. Я могу еще улучшить на материалы? Нет, я не могу еще улучшить на материалы, потому что у меня нет столько металлолома. Окей. А, кстати, топор я не могу еще улучшать. Могу. У него тоже 2 из 4. Может быть, если его улучшить на более легкие материалы, то это план. Ну, ладно. Не важно. Ты теперь будешь специально наступать на грибы? Ну, а почему нет? Ну, если я не буду на них специально наступать, но я не буду пытаться на них не наступать. То есть, если они по пути, то почему нет? С другой стороны, наверное, наркоманской идеей было бы пробежать по всей карте, понаступать на все грибы, а потом выкинуть спаде нафиг, потому что они больше не нужны. Так что, может быть, я и буду специально на них наступать. Очень странная игра. Да хорошая, нормальная игра. Ничего странного. Нет, нет, нет. Хоть я и успел выбежать. Ау. Ну, ты ему почти половину сносишь. То есть, болотник, в принципе, нормально убивается в ближнем бою. Если бы я съел мясо, то было бы вообще хорошо. А паук, по-моему, тоже довольно легко убивается в ближнем бою. Ну, жизни у него мало. Но сам он довольно быстро и опасный. Еще один, черт. Окей. Все-таки эти таблетки тоже нужны. Надо было их побольше взять. Также нужно мясо есть перед боем. Так, ну, на севере свалка. Я не буду там еще что-либо выкапывать. Ау. Ну, я могу там подобрать то, что уже выкопал. Потому что я там выкопал пару полезных вещей. Типа тряпок. Если бы я еще нашел, как туда попасть. Нет, открыть это взрывающийся труп. Так что, наверное, не стоит. Так, ну и где тут был вход? Справа вроде где-то. Ну, или слева, в зависимости от того, где именно я к свалке подошел. Но, видимо, вот вход. Да, тряпки, металлолом. Полезно. Это красная фигня? Это красная фигня. Это я тоже возьму. И отвлечение дополнительно. И надо их эквипнуть вместо таблеток. Потому что таблетки со временем не кончаются, а грибы кончаются. Надо еще очки от красной фигни найти. По-моему, нет ничего такого. Но на нее достаточно не смотреть. А это я не выкапываю. А здесь металлолом сойдет. И еще грибы. Подожди ее как-нибудь. По-моему, я не уверен, что ее можно поджечь. Я не уверен, что ее нужно поджечь. Кстати, интересная инфа. Если на пауков не смотреть, то они значительно быстрее. По крайней мере, на Вике так написано. Так, наверное, стоит вылечиться. Ау. Эээ, как-то ваншот. Но хотя я не успел вылечиться до конца. Подожди лопату. Возможно, это хороший план. Ну ок. Попробуем еще раз. Нужно было парировать. Нужно было вообще понять, откуда и что до того, как я умер. Это бы, наверное, помогло. То есть я слышал, что где-то справа что-то есть. Но непонятно что. Непонятно где именно справа. Я думаю, он выше. Нужен был сет Хавеля. Ммм. Возможно. Кстати, да. Сети Хавеля. Сегодня, значит, завершаем Дарквуд, скорее всего. И, возможно, пое, если Дарквуд быстро кончится. Завтра, наверное, я постримлю радугу. А потом все-таки Дарксоул с модом. На рандомизацию. Я на 100% не уверен, как именно я хочу его рандомизировать. В том плане, что там есть разные параметры. Наверное, я на Ютубе видео завтра выложу или что-нибудь такое. По этому поводу. Где я умер? Рип пропустил? В смысле... А, нет. Да. Это не я рип пропустил. А, здесь я умер дальше. В общем, да. За 10 минут случился только рип из интересного. Потому что внезапно многоножка из-за угла. Ну, или что-то подобное. Тут или... А, стоп. Это еще только свалка. Я наркоман. Рандомизирую все, что можно. Нет, там не в этом дело. Там можно по-разному рандомизировать. Можно рандомизировать, чтобы оно абсолютно рандомно. Или можно рандомизировать, чтобы оно как можно сложнее делало игру. Что, типа, хорошие предметы в сложных местах. Что, если я сегодня не закончил? Ну, тогда все отодвигается на один день? Не знаю. Не надо, крокодил. Не надо. Не делай этого. Что, параметры оружия были рандомными? Ну, это сложнее. И... Бессмысленнее. Хорошие предметы в сложных местах. Это не сложно, это нормально. Ну, как бы... Может быть, это менее весело, чем найти там, не знаю... Медь черного рыцаря в фаерлинке вместо стартовой человечности. А, вот рука. Была ли она здесь раньше? Похожа на обычную человеческую руку. Хоть она липкая и сросшаяся с раковиной. К ладони прирос ключ. Мне кажется, его легко можно оторвать. А, ну, как-то не уверен, что она похожа на обычную человеческую руку. По-моему, обычная человеческая рука в несколько раз короче. Ну, окей. Ключ есть. Теперь я могу эту дверь открыть. И это позволяет мне... Пройти сюда. Пройти сюда. А как теперь обратно выбраться? Никак, к смертью. Странный пульсирующий нарост кажется очень мягким. Ну, сюда эти... Эти идут. Биологические кабели. Так что, наверное... Лопатой его. Я освободил улитку. Окей. Звучит нехорошо. Сегодня стрим-радуги? Нет, завтра, скорее всего, стрим-радуги. В радугу сейчас вообще лучше не заходить. Почему? Ну, рип... А, нет, не рип-улитка. Или она на следующий день только сваливает? Или что? Когда ты завтра сюда вернешься, меня уже не будет. Я последую за ее голосом. А ты можешь расстаться тут жить. Ок. То есть, да, еще день придется... Пропустить. Можно уронить FPS до единицы, а у некоторых даже перегрев компа вызвать с помощью нового бага. Хм. Окей. Не видел такого. Вроде бы. К ямам, да. Там я еще не был. Это единственное, где я еще не был. Теперь завтра не радуга? Ну, почему? Все еще завтра радуга. Надо съесть это мясо, а то испортится. Так, ну, это озеро. На озере, кстати, еще я тоже посмотрел на Вике, как оно работает. Там где-то есть какая-то хрень, которую можно убить, чтобы оно это прекратило. Прекратило грозу. А, окей. А, это было не очень хорошо. Это было немножко лучше. Ну, что я потратил магазин. Еще немножко мяса. Да, блин. О, еще и гриболюд. Пофиг. Рип-патроны, конечно. Ну, что поделать. Да сколько можно? Это фигня слишком опасная, чтобы на нее не тратить. Автомат. А, это жуки? А, это блестящий камень. И крокодил. Блестящий крокодил. Нет. Крокодил, не убивай меня. Черт. Окей. Опасно. Блестящий крокодил опасный. Даже с дополнительным дефенсом от мяса. Так, а это что? Я тут был? Нет, руины. Я тут не был. Может быть даже что-нибудь интересное. Там шкаф сгораживает проход. И... И что? Это не поможет, правильно? Казовый баллон. Я могу так попробовать как-нибудь, там, кинуть туда баллон. Но хотя кидается ли он вообще далеко? Расстрелять шкаф. Это как-то... У меня столько патронов нет. Нет, баллон не кидается. Он максимум ставится вот сюда. Упс. Блин, он еще и медленно ставится. Может, этого хватит? Сейчас узнаем. Да, этого хватило. В шкафу были тряпки и фонарик. Фонарик, может быть, пригодится даже. Ага, ящик. Это не нужно. Это не нужно. Это, ну, фонарик заряжать разве что. А вот это хорошо. И это, в принципе, тоже терпимо. Тоже фонарик заряжать. Эээ. Такого хрена? Этот шкаф не так стоял. Начал двигать, он развернулся на 90 градусов. Ну, ладно. Мне это вообще не очень нравится, потому что ямы... Не знаю даже. Ну, это проход куда-то. Но ямы у меня вызывают ассоциацию с этими... Склопендрами или как оно? Оу, черт, нужно вернуться в убежище. Это не вернет меня в убежище. Следы пальцев, видимо, его выкопали вручную. Интересно посмотреть, куда он ведет. Ага. То есть это, на самом деле, очень даже хорошо. Тогда ладно. ДС-2 с рандомным оружием, но там нет мода. Ну, или если есть мода, то я не знаю про него. Я думаю, я возьму однозарядный шутган. Обороняться. Если что, пристрелю у кого-нибудь. Я думаю, я потрачу это мясо сначала. Винтовка уже не нужна. Что еще? А я могу лампу еще одну сделать? Хорошо. Это эквипнуть. Улучшить лопату еще раз. Улучшенное материал, более высокая прочность. Еще более высокая прочность или как? На это мне никогда ничего не хватит, потому что это все нужно торговца покупать. Но пусть еще более прочная. И починить ее. А топору тоже самое нужно. Да, тоже изолент, две трубы. Но этого у меня нет. Я могу этот фонарик зарядить. Он лучше, чем мелкий фонарик. Я подозреваю. Тем более, стоп, куда я делал мелкий фонарик? Я его выложу сразу же или... Да, выложу. Тогда ладно. Так, ну я возьму немножко досок. И гвоздей. Чтобы строить баррикады. А это не то. А то тут мне окно открыли и дверь открыли. И то, и другое я не смогу закрыть. Так что проблемы. А, не, смогу. Как тебе идея поставить рандом мод на ТС-1 и добавить что-нибудь типа повышенного агры или больше мобов? Не, не хочу. Хочу просто рандомизатор. Чтоб все в рандомных местах валялось. Сразу банша. Меня могут въесть с собой. С собой, конечно же, нет. О, блин. Да-да-да, спавни свою ересь. Еще одна. Как так вообще? Черт не достал. Хотя бы лопата их фаншойсит. А, фонарь не вовремя кончился. Так, ну ладно. Для начала так. А, стоп, фонарь не кончился. Фонарь меня выключили. Ладно. Чтобы в первой локе рандомные рейми вместо зомби были. Такой есть мод? Такого я не знаю, мода. Чтобы врагов рандомизировать. Но, наверное, я не хочу. Потому что баланс убьется нахрен. Рандомизация предметов это интересно, потому что можно что-нибудь необычное найти вначале. Что это было? Как меня отравило, если у меня сапоги? И почему оно прямо подо мной появилось? Это неправильно, по-моему. Ладно, посижу все-таки тут. Возьму еще мясо. Ее сапоги выключили, кстати, да. Какого хрена? Может, при смерти они отваливаются? Ну, окей. Мясо бы, по-моему, не сохранилось до утра. Можешь попробовать вытянуть и подобрать. Я их просто снял и эквипнул заново. То есть, сход бар подобрал и эквипнул снова. И включились. Пошли до мулитки смотреть, в котором нихрена нету. Ну да, и ямы. Сначала ямы, наверное. Оно ближе. Окей. Ну, генератор стоит выключить, хотя он мне вряд ли понадобится еще раз. Что я еще могу скрафтить, сделать или там, или что-нибудь? Да ничего, по сути. Я могу выпить еще бутылку и сделать еще один фонарь? Наверное, это хороший план. Фонарей много не бывает. Мясо сюда. Отмычек пять. Доски и гвозди выложить. Ну и норм. Это мясо тоже сюда. Его первым потратите. Окей. Поехали. В итоге, в какую сторону пойдешь? В дерево или радиовышку? И то, и другое... Что? И то, и другое концовки? А-а-а! Ничего себе. Окей. Это человек-червь. Вышку уже нельзя, если дерево убил. Что значит нельзя? Я, по-моему, туда ходил уже после того, как дерево убил. И там шлюз открыт. Судьба улицы еще не решена. Решена. Я ее спас. Так что, наверное, все окей. Какая для тебя самая неприятная, нелюбимая лока в DS3? А-а-а-а... В таком бы, который под... Под озером Золы. Или как она там называется? Ну, то есть, на самом деле, это чаши из Бладборна. И как и там они Моя нелюбимая локация, да Не, гвозди мне не нужны По такому офигенному что-то мне нравится То, что это чаша из Блатборна И то, что они состоят из там Четырех коридоров Которые соединяются под углом в 90 градусов И огромные толпы огненных мобов Что произошло после спасения улитки Да ничего, по сути Я пошел к ямам Это оказался фаст тревел в начало А, это дерево Ну и ночь пережил Почему тут даже днем не светло? Потому что лес Ну и вполне светло уже Тюрьма какая-нибудь под изолитым норм А к такому бы хреново я В смысле, какая тюрьма? Тюрьма, которая Как она называется? Как называется тюрьма в третьем дарке? Которая, в общем, латрия из демонов Но она норм, потому что латрия норм То есть она лучше катакомб Потому что она хоть и копирует локацию Но она копирует не убогую локацию Из прошлых частей А нормальную Ну ок И что здесь? Ага На полу лежит куча заражающей радиоаппаратуры Старые магнитофоны Допорванные ленты Все покрыто слизью, капающейся древого потолка Мертвое тело Хорошими мягкими крышками То есть улитка Это вот этот вот чувак был? Типа его сознание перенеслось в улитку Или что-то такое? Наверное Блокнот Так, это я немножко позже почитаю Наверное? Трип Карта Радиовышка Ок Ткань не нужна, тряпки может быть Радиодоктора Относительно Нет, там была галлюцинация с таким радио Наверное Ну с таким радио, в смысле с чуваком радио Но я не думаю, что это То же самое Так, ну все тогда Остается только пойти в радиовышку И там разобраться В ямах, конечно, человек-червь Но он свалил куда-то Может, типа, если я буду часто пользоваться его ямами Он на меня нападет Но, увы, я их слишком поздно нашел О, нет Так Это съесть Это взять Убьем грозу Но от этого ничего не изменится Я там все полезное уже нашел То есть там можно просто найти какую-то фигню Убить ее, гроза прекратится И все Просто светло встанет в этой локации И мне очень не хочется туда еще раз идти Потому что там злые чемперы С броней Сегодня короткий стрим Стрим, как обычно Если игра быстро закончится То просто пойдем в пое Так, а здесь что? Или я сюда ходил? В самый угол? Видимо ходил? Или, видимо, просто ничего? Это радиовышка валяется Любимый класс в TF2 Но я в TF2 играл в прошлый раз Не знаю Лет 5-6 назад Но Хрен его знает Пиро Ты много наиграл в DS3? Меньше, чем в DS2.1 И Bloodborne Но прилично Часов, не знаю, 400 Я не отодвину... А, блин Я отодвинул этот ящик на эту хрень И оно не засчиталось Типа он Передвинулся на стартовую позицию Из-за этого Надо было просто его отодвинуть И это печально И здесь все среспавнилось К тому же Я могу скрафтить молотов? Нет, я вообще не могу На ходу крафтить Только на верстаке Айзек, не знаю Вряд ли когда-то еще будет А, не, не среспавнивайся Там просто Я не всех убил на старте Это улитка? Рип улитка Да-да-да Респавни свою ересь Я убил ни того Кауцелеуса Ага Ага Ну, блестящий камень зато. Не зря так обошел. В асфектно-дрометно так и не играл. Ну, я играл, когда оно там было сколько-то часов бесплатно доступно до релиза. Точнее, не бесплатно, а с Origin Access или чем-то таким. Она сейчас, по-моему, очень дешево стоит, так что, не знаю, может и купить стоит. Я когда поиграл, у меня была такая мысль, что если оно будет там рублей за 300 со всеми дополнениями через года три, то можно взять поиграть. Окей, на этот раз я это отодвину дальше. Там что-то фиксили вроде в плане анимации еще чего-то, но у меня руки так не дошли. Ну, там надо фиксить сценарий весь, с нуля, чтобы оно вообще нормальным было. Анимации, конечно, можно пофиксить, чтобы оно было не абсолютнейшим говном, а просто так себе игрой. Но это... Не такой уж хороший вариант. Тут я, по-моему, не был еще. Или был. Лезвие-то пора. Видимо, нет. То есть это я обошел... Окей. Есть еще мясо? Есть. Окей. А, это я вернулся к началу. Шейпер будет, чтобы я с корченграем? Да. Не сегодня. На видео, когда дойду до 16 карт, тогда и буду. И убер от зили примерно тогда же. Интересно. Я тут вообще не был. Видимо, зря. Но тогда, когда я здесь был, у меня времени мало оставалось. День кончался. Сейчас он, конечно, тоже уже более-менее не начинается. Но сейчас у меня есть шорткат. Понятно, что не сегодня. Ну, если Дарквуд быстро кончится, то в пою же пойдем. Так что я, в принципе, могу сегодня. Ну, хотя нет. У меня сета нет. Хотя... Не, я могу сегодня. У меня есть... Все стражи. Но не хочу. Цифра, на Павел? 8, 1, 2, 4. Точно? Я слепой, наверное. Здесь? Да. Или нет? По-моему, это не очень похоже на 4. А это не очень похоже на 8. 2, 1, 2, 4 или 2, 1, 2, 1? Еще рюкзак. Ага, можно было и здесь это подобрать. Ну, мне ничего из этого не нужно сейчас. 2, 1, 2, 1. Ну? И от чего это код? Непонятно. А, кстати, журнал надо еще. Во-первых, нужно вот... Дневник? Нет, не с радиовышки. Записка? Да. С тех пор, как нас затопило, мы голодаем. Я пойму пару улиток и жаб. Лучше, чем ничего. Решил все кроссворды, которые нашел в прошлом году. В старом шкафу на свалке. Все, что мне осталось, это делать записки. Записи в дневнике и прислушиваться к странному радио. Через 2 дня я снова поеду на свалку. Может, найду какой-нибудь магнитофон или еще что-нибудь, чтобы мне записать этот странный сигнал. Мне кажется, в нем есть какой-то смысл. Так. Как там много букв? Допустим, я голодаю, жиру траву, и что получится выловить из воды? Сегодня я опять видел странные фигуры между деревьями. Это не местные, они не прячутся. Они были странно одеты, но я был слишком далеко и не разглядел. Кроме того, я один, а их как минимум трое. Может, я обрежу, может, в тех старых разрушенных домах кто-то живет. Нашел пустую пленку и сломанный магнитофон, может пригодиться. Нашел другие, более полезные вещи. Я составил список и оставил их на потом. Мне нет сил их таскать. Возможно ли, что этот сигнал идет у нас из старой, от старой радиовышки? Я не умею читать. Она упала несколько лет назад, да так и лежит. Я сотрезал к ней дорогу, но других сигналов из меня ведь не поступает. Нет, это точно от радиовышки. Мне нужно отдохнуть от радио, я слышу этот голос везде. Он удивительно знакомый, не могу выбросить из головы. Ну, видимо, кого он видел, это... Те чуваки, из которых я. Наблюдатели? Военные? Что-то такое? Ну, окей. Я один из всех странных фигур, скорее всего. Я один из... Какой-то вот этой вот группы, которая с радиовышки. Потому что у меня был ключ, двадцать первый. Ну, от двадцать первой двери. Я знал код от радиовышки. И все такое. А, трех торговцев он видел. Тоже вариант. Тоже вариант. А, тут нет карты. Ну, что? Поехали? Нет, не поехали. Надо вот так сделать. И даже вот так сделать. Металлический рычаг зарос каким-то грибком. Чтобы воспользоваться рычагом, сначала нужно найти способ избавиться от паразита. Ок. Ну, допустим. Вернуться не дадут. А, у меня пропало все. Как так? Нет. Весь мой лут. Заперто. Ага, а тут не заперто. А справа? Чем-то подперто с обратной стороны. Допустим. Фонарик. Нужно было гриб уважать. Да, действительно. Доносится непонятный зов. Ну, ок. А-а-а. Не знаю. А, иди ко мне написано. Ну, может быть. Может быть. Наверное, оно хочет, чтобы я шел туда. А там что? Э-э-э. Кровать. Похоже на мертвого, но еще двигается. Кожа бледная и сухая. Глазницы пустые, а зубы черные. Видимо, мне не сюда. Что с варфреймом? Ну, он хрень все еще. Тут, кстати, тоже что-то написано. Ну, не знаю. Дерево. Взятки очки окровольной одежды. Не, ну тут, конечно, почти везде что-то написано. Окей. Окей. Там не бросаться нельзя? Блистящими? По-моему, нет. Они не стакаются, по крайней мере. Ничего нельзя сделать. Польский там написано. Да. Там был другой проход. Или он сюда же привел бы. Я хочу пройти за тебя, чувак. Окей. А, нет, не хочу. Совсем не хочу. Пауки перестаньте. Окей. Видимо, стоит все-таки идти за камнями. Дверь. Ну, это двадцать первая дверь. То же самое место. Ну, может быть, то же самое место. Может быть, и нет. А это тайник доктора. Лапа, да. куда здесь дверь делась и и в прологе не было в конце когда я за этого чувака начал играть а тут можно куда-то пройти нет нельзя или не ясно а отбирайся мясо есть подобрал допустим но какие-то не очень круто эти чемпера стол пустой теперь этот он и был пустой надо ну а я промахнулся снова промахнулся чемпер иди нафиг я убью тебя не осмотрю шкафа блин интерфейс им свин раздела на лежал разве ладно и не убил его исключительно потому что я держа правую кнопку навел на обломах шкафа и меня открыл его инвентарь допустим это не помогает обязательно выжить для концовки но рип поехали к дереву тогда рычаг видим просто открыл назад мне выход обидно ну да умирать от интерфейса обидно цепь нельзя загрузить нет в теории можно было пока я был еще в трипе способ получения концовок знаешь ну я знаю что мне миллион раз уже за прошлый стрим заспойлерили что тот чувак говорил в самом начале типа последний убежище выход под подполом это о концовке нет паук куда я вообще иду мне не сюда почему мне ничего в руках нет труп стал еще одним пауком слушайте и убил первого паука отлично скорее обидно что дает дается только одна попытка но это тоже ну что будет тут человек червь а тут еще ящик есть спаде работают я не отравил когда наступил ламп хорошо остальное не очень доски можно взять наверное я не хочу еще одну ночь переживать но я не успею добежать до до деревни так что придется улучшить ничего не могу починить могу лопату есть еще немножко патронов есть еще прилично мясо и все по сути молотов еще один окей шотган уже не понадобится бинты наверное мне не так что много восстановления здоровья один гриб который до конца ночи не доживет и три таблетки всего лишь и не капканы не хочу делать обойдусь так газу и баллоны тоже не хочу делать и бочку так что все можно сделать факел на всякий случай наверно чтобы если что разбивать но это хрень защищать просто умри ночью да зачем она не настолько долго типа факелом я могу от этого избавиться например сразу же думаю это хороший план с другой стороны молотовым получается намного лучше но с другой стороны молотова у меня нет еще одного дверь как это подло начнем от у меня два но всего два еще один и не могу скрафтить разлить бензин возле входа когда кто-нибудь полезет кинуть спичку но тогда я сам не смогу выбраться это немножко плохая идея по моему патронов мало а забыл и не думаю что меня спаде сейчас понадобится но еще ран грибов ну не знаю вряд ли мне кажется с одной стороны еще ран будет значительно быстрее потому что я знаю что делать куда идти и все такое и как играть но не знаю звучало скорее как собака ок свадьбе не пропустишь и прочее свадьбы я посмотрел сам делся для этой игры будут хрен его знает может и будут зачем чёрт он увернулся как так вообще и сам умер думаю стоит стоит сесть гриб окей лампа не хочет нормально двигаться в любой ситуации нужно есть грибы да надо также зарядить пистолет тоже хороший выбор в любой ситуации что-то он плохо лечит да хорошо лечит полный хп еще и даже больше чем полный хп а Окей. Так, ну вот не надо еще одного чемпера. И так все плохо. Мы бы решили напоследок все баррикады сломать, но, к счастью, мне это уже не мешает. Так. Ну ладно. Лампа эта почти кончилась, но есть еще две. По-моему, там еще осталось чуть-чуть на один залп. Но хрен с ним. Не буду брать с собой автомат. Доски тоже не буду брать с собой. Вроде все окей. Патроны вообще все, все кончились. Осталось полтора магазина к пистолету. Но, надеюсь, их много и не понадобится. Окей. Поехали. Наверное, стоит взять заряженную лампу. И этот фонарь куда-нибудь на хот-бар. Хотя, блин, не та кнопка. Хотя, нет. Фонарь не надо на хот-бар, надо мясо. Более съеденное мясо на хот-бар. Окей. Насколько меня будут убивать всякие крокодилы? Не будут? Странно как-то. Не, не сюда. Но все равно странно как-то. Ну, ладно. Тут закрыто. Ну, написано войти на войти не получается. Заблокируем с обратной стороны. Ну, значит, сюда. Стоп. Посмотрено. Значит, вход завален. Не сюда? А куда тогда? Потому что к самому дереву я подходил, и там ничего не было. А в подвал не пускают? Или... Я что-то не понимаю. А, можно по деревам пройти. Ладно. Окей. А это обратно? Нет, обратно нельзя. Трип. Дома какие-то заросшие. И встречи на асфальте вытекает бесцветная мазь. Это та самая дорога домой? Которая на фотке? Так, сначала сюда, наверное. Факелы. Видимо, понадобится. Знак. Перечеркнутая надпись темнолесия. А. Окей. Старый коллег из древних. Ну ладно. Добейте, да. Нет. Зачем? Это было ему колеса дать. Быстрее объехал. От трактора. У меня где-то было в первой голове. Ну не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... Обыскать нельзя... 25 километров до ближайшего города... Но тут нет дороги... Прогрызай путь через лес... Ну, кстати, да, я же могу доски есть... Сколько раз я этим воспользовался за всю игру? Три? Ну, учитывая, насколько оно хилит там... На одну пятую моего макс хп, по-моему... Или около того... Наверное, три это слишком много... 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 Инотарь есть? Не, вообще, открыть не могу... Я не знаю, куда мне идти... Вроде и вниз... Открыто... И направо... ... ... В конце... ... карты нет ног пойду сюда наверно куда-то это меня приведет какие-то странные дома странный дом гараж да возможно похоже но эти дома тоже страны слишком низкой полигональные молоком хотя наверное с этой стороны больше окон до время съесть скамейку до да и зачем я иду типа вверх или или куда мне наверное нет потому что она по моим повторяется значит наверно сюда окей если один ключ не подходит то не сюда наверно а а это и и и и и и Допустим. По-моему, мы с этой стороны чем-то подпёрто. Что, зафигняемся? Супер-кодируется. Если бы я взял с собой доски всякие, как бы это работало? Использовать ключ. То есть, видимо, сюда? А если я вверх пойду, то я вернусь к началу? Или что? А, ясно. Как бы это работало в отсутствии нотаря? Ну, вдруг у меня он есть, просто я не могу его открыть. Снять плащ? Что-то я как-то мимо немножко погладил. Это всё штраф на меткость от левого апа. Перенести. Надо баррикодироваться. Ок. записка приготовил тебе суп разогрей сам ног включить типичный сосед пришел домой сразу мебель двигать да именно но не знаю выход в полу последнее убежище может быть а есть у меня не баррикадироваться есть у меня ключ матерь выйти с кровати ничего больше не могу сделать так что видимо этот для другой концовки тут я не могу двигать кровать и могу только осмотреть выключу утюг нет могу двигать шкаф и лампу надзвинить лампу нет все застряла дверь закройся а то вдруг тени у меня света нет ну допустим лечь спать не охватывает блаженное чувство безопасности и счастья у меня кстати реп лампа мы но и ну и но и и mamy LY Однако усталость взяла над ним верх, и мужчина наконец погрузился в глубокий такой долгожданный сон. Рип? Сожжение дерева вновь открыл для многих утрученных жителей леса дорог домой. Только трое одетых в лохмоть и чудаков рыдали над горской пепла. Оборотень в конце концов удовлетворил свой ненасытный голод. Откладав все косточки, оставшиеся от сестры птичницы, он уединился в своем убежище, проведя остаток дней, гоняясь за собственным хвостом. Окей. Живущая с курицами женщина оставила свой дом и отправилась в лес на поезде пропавшей сестры. С тех пор в доме птичницы живет только одичавая птица. И разве не показывал что-то, что от ее сестры осталось? Мальчик со скрипкой вернулся в силосную башню, он выбросил свой громофон и скрипку и начал вслушиваться в шум леса, который успокаивал его хаотичные мысли. Петрик взмыл на своей ракете высоко над верхушками деревьев, он улыбнулся, увидев из окошка своего космического корабля, как с огромной скоростью уменьшаются звезды Млечного Пути. Но он приземлился на свалке и умер. Заколоченный дом на болотах стал для троих детей тюрьмой. Старший сын со временем побега сидел в своей комнате в заперти, а еще долго вспоминал свою единственную вылазку в лес и посещение обросшего грибами дома. То есть там можно было что-то по-другому сделать? Со слониками? После того, как незнакомился белого мальчика и забросшего грибами дома, старушка погрузилась в глубокий сон, когда много людей спустя... Людей? Неделю спустя, дверь дома снова открылась, внутри стояла только заросшая белыми грибами кресло-качалка. Не возвращать парня домой? Может быть вариант. Код у меня есть от дверей. Так что баллоны я и так могу взять. Обитатель домика возле свалки отправился в лес, следуя за отдаленными шепотами. Будучи практически у целей, он застрял между большими корнями деревьев. К его огромному туловищу быстро начали слетаться оголодавшие птицы. Чувствуя приближение смерти, он начал пытаться высвободиться из тисков корней, но обессиленный долгим путешествием он с ними не справился и упал лицом в грязь. Перед смертью он увидел в луже своего отражения большую голову улитки. Он решил, что никогда ему еще не снился настолько странный сон и захотел бы проснуться. Но он же труп с радио. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Видимо, все. Концовка ложь, почему камера едет назад в лес. Но это как бы плохая концовка, есть какая-то более хорошая, которую я не смог. Яла Корсар, спасибо за подписку 7 месяцев подряд. Эпилог еще, но это и был эпилог? Ничего непонятно, конечно, но что непонятно. Ну, кроме концовки самой. Концовка, наверное, чтобы была совсем понятна, надо вторую еще увидеть. Может, видео со всем остальным, что мы не видели? Может, пройду еще разок. Посмотрим. Что с лесом? Почему так происходит? Что за наблюдатели? Ну, лес по какой-то непонятной причине оказался заражен какой-то ересью. Наблюдатели там были, наблюдали за этой ересью. Я был одним из них, и меня случайно тоже заразило в прологе, потому что доктор. Игра 10 из 10? Ну, примерно. Наверное, другая концовка еще раскрывает сюжет, скорее всего. Ну ок. Если все три пройти, еще понятнее будет. Ну, я их все не прошел. Они все одноразовые. То есть там всего одна попытка на каждый. И там не всегда понятно, как их пройти и что нужно делать. Вернувшись домой, главный герой станет причиной конца света, если я его заразил. По-моему, он просто не вернулся домой, а это галлюцинация. Я подозреваю. Потому что там же, когда я шел по этой дороге в конце, там куча трупов, окаменевших или то, что там с ними. Подозреваю, что я одним из них стал в итоге. Что-нибудь меняется, если никого-то ничего? Понятия не имею. Но я бы попробовал, потому что мне штрафы от левелапов мешают сильнее, чем помогают бафы. Парень у Домика Волка говорил, что все это ложь, тебе надо проснуться. Не помню такого. На чем сохранение осталось, кстати, да. День 34. То есть самый последний день перед тем, как я пошел в древню? А, нет, с эпилога. Сначала эпилога. Да. Ну тут, по-моему, я уже ничего не сделаю, так что нет. Обойдусь. Просто съем не ту таблетку. Возможно. Ну, игра кончилась. Стримы еще полтора часа примерно. Давайте пою тогда. Тогда я на минуту все вот так вот переключу и звук выключу.